Коллеги, всех приветствую! Меня зовут Атаманова Юля. Уже более трех лет я занимаюсь выкопом имущества с электронных торгов. Сегодня у нас с вами непростое видео. Это не просто видео, которое я захотела выложить, потому что мне так захотелось. В этом видео сегодня мы с вами окунемся в работу аукционного брокера. То есть, что должен делать аукционный брокер, что он может делать, а что он не должен. Вы уже прекрасно знаете о том, что у меня наработана база клиентов. То есть, у меня есть база инвесторов, с которыми мы постоянно работаем, которые инвестируют и которые готовы и хотят покупать. Я вам даже вкратце расскажу, почему они хотят это делать и почему они хотят работать именно со мной, а не с каким-то другим брокером. Как минимум, потому что я провожу работу до самого конца. То есть, я проработала объект, я посмотрела, что он хороший. Я поучаствовала в торгах, выиграла данный объект. Далее я оформила документы в Росреестре, забрала их и привезла своему клиенту. И в момент, когда мы заключили договор купли-продажи до оформления, до сдачи в Росреестре, он платит мне свою комиссию. То есть, свои обязательства я выполняю позже. Сначала комиссия, потом я выполняю свои обязательства. Причем, обязательства договорные у нас абсолютно вообще никак не заключены. То есть, у нас есть участие в торгах, подача заявки, на этом все. То есть, у нас не проговорено, что там будет в Росреестре. То есть, я отдам, могу отдать документы, в принципе, отправить своего клиента самостоятельно. Но я всегда урегулирую эти вопросы до определенных моментов. Сейчас я объясню, почему. Если вы смотрели за моими историями, вы видели о том, что совсем недавно, в июне месяце, мы выкупили две квартиры с торгов, где мы их брали вслепую. То есть, у нас не было ключей, мы их не могли осмотреть. То есть, мы прекрасно понимали, что мы их берем на 500 тысяч дешевле рыночной стоимости. Соответственно, там может оказаться все, что угодно. По словам конкурсного управляющего, он нам сказал о чем? О том, что там никто не проживает. Вы спокойненько туда заходите, меняете замки, и все. И вы можете делать все, что вы хотите с этой квартирой. Он говорит, у нас есть обязательства должника, мы имущество должников брали. Можете взять именно в банкротстве, и вы имущество должников. У нас есть решение суда о том, что его обязали должника показать, приставы просто не могут его найти. Но все, в общем, мы купили данные квартиры, мы сразу рассчитывали на то, что они будут черновой отделки, то есть, что нам придется полностью все менять. Что мы сделали? По закону, что мы должны были сделать, и что мы сделали по факту? Если по закону мы должны были вызвать участкового, поехать несколько раз и посмотреть, проживает ли кто там. Если кто-то там проживает, мы должны были отправить уведомления. Либо о заключении договора аренды, либо чтобы выселялись. Если люди не выселяются, то в этом случае, самостоятельно, добровольно, мы должны подать исковое заявление в суд о выселении. Все, на весь процесс может занять минимум два месяца. Минимум два, хотя в месяц четыре. Но примерно с учетом падемии сейчас до год-полтора. Потому что, в принципе, примерно год выселения, и это нормально всегда. Но мы не хотели ждать, то есть, у нас нет времени ждать столько у моих инвесторов. Нам необходимо было что-то сделать очень побыстрее. В итоге мы пошли не очень правильным путем. То есть, мы решили просто пойти на пролом без участковых, без всего, и вскрыть эти все замки. В итоге на меня два раза вызывали полицию, но, соответственно, все обошлось. То есть, с учетом того, что мы документы только сдали в Росреестр, у нас еще нет ни выписки ГИГРН, то есть, ну, по факту, у нас нет никакой записи, у нас еще может быть приостановка регистрации. Итак, я прямо сейчас покажу еще раз. Мы выкупили две квартиры, брали мы их вслепую. Нам необходимо было сменить замки. То есть, и посмотреть вообще состояние квартиры. Что мы сделали? Ну, самое простое, что мы сделали, мы вызвали взломщика, и он нам вскрыл замки. То есть, на самом деле, у нас было два взломщика, один не смог вскрыть, один замок. То есть, и мы поехали с ним не торопить, и он так же не смог его вскрыть. В итоге он нашел какого-то другого мастера. Другой мастер приехал, открыл нам замки. И первое, я вам хочу показать, наверное, вот, что мы делали, да, это, вот, как мы видим, это... Сейчас вы перед собой видите парикмахер. То есть, другу говоря, можно сказать, что они работали каждый день. То есть, какая-то подсовная. Здесь можно какая-то? Да, да. ГБР стоит. И вот здесь. Возв� кабинет. А вот здесь вот наткнули к лицу. Вы видели сейчас перед собой парикмахерскую. Вы можете мне задать вопрос, при чем здесь квартира, при чем здесь парикмахерская? На самом деле, все очень просто. В одной квартире была парикмахерская. То есть, она есть, она реально, там, она действующая. Очень интересно получилась история. То есть, конкурсный управляющий нам сказал о том, что если вы не сможете вскрыть подъездную дверь, там есть второй вход. Пожалуйста, туда без проблем заходите. То есть, вы там можете вскрыть. В итоге мы так и сделали. То есть, мы не смогли открыть подъездную дверь. Два мастера, мы целый день там простояли. Два мастера не смогли открыть подъездную дверь. Мы обошли подъезд с другой стороны. Там была парикмахерская. То есть, там были эти роли страны. То есть, это такие раздвижные двери, как вы понимаете. Там висел такой значок, ГБР называется там Рубин. Я позвонила у Рубин, говорю, так и так, вот ваш адрес у вас здесь мелькает. На что нам сказали? О том, что у нас нет такого адреса, который вы нам называете. Ну, то есть, если там минимум год не обслуживается, если что-то, то, пожалуйста, без проблем. Вы приедете, документы себе покажете. А я вам напомню, я там доверилась только на участие. Паспорт мой и документы, что мы сдали в Росреестр. Ну, договор купли-продажи, который не зарегистрирован. В итоге, что мы делаем? Мастер нам вскрывает эти рояльти, отключает звук сирены, чтобы, да, чтобы там он не орал на весь город. Ну, потому что это очень громко, на самом деле. Мы туда заходим, и я вот вижу такую картину. То есть, я вижу, что мы купили парикмахерскую. Что я еще понимаю? О том, что помещение – это не однокомнатная квартира. На самом-то деле, то есть, это помещение больше. Ну, как минимум, там, квадратов на 20, на 15, оно больше, чем должно быть. В итоге мы возвращаемся под везд. В ту дверь, которую мы не смогли открыть, мы туда вставляем спицу, для того, чтобы нам понять, в своем их помещении вообще вскрыли или нет. Ну, в течение, там, 15 минут подъезжает ГБР, и я им сразу говорю, так, ребят, давайте мы с вами поговорим о том, что вообще произошло. Я им говорю о том, что мы купили с торговой. Да, то есть, я не знаю, вскрыли мы свою сейчас парикмахерскую, или мы вскрыли квартиру, потому что, ну, как бы у нас были вот такие данные. Они такие, так, секундочку. На что они говорят, они такие, ну, ладно, окей, давайте разбираться. В итоге мы позвонили хозяевам там, ну, хозяев парикмахерской, которые там были, которые, я говорю, арендаторами, или хозяева, что вообще произошло. В итоге, пока там ехала управляющая, она уже вызвала полицию о том, что там полиция, там нас все поукрали, все было. Она приезжает, начала там бегать, кричать, я говорю, женщина, вы успокойтесь, пожалуйста. Ну, то есть, как бы произошла там вот такая ситуация, давайте с вами разберемся. Я говорю, не женщина, я говорю, так мы даже не представились. Ну, то есть, я говорю, если мы сейчас накосифорили, если мы вскрыли, да, действительно, там ваше помещение, то вам принадлежит. Мы принесем свои извинения, все это компенсируем. Мы говорим, не надо переживать. То есть, приехали хозяева, мы начали разбираться. Что произошло? В 2014 году по каким-то причинам от них эта квартира ушла. То есть, она ушла к должнику, который сейчас, ну, доложил денег, которого мы уже перекупили с торговой, получается. И все это время они пользовались этой квартирой. И плюс у них там дополнительно было выкуплено помещение 18 квадратов. И они просто между помещением и между квартирой убрали стену. То есть, там не было стены. И в чем стала проблема, да, то есть, в чем стала проблема? В том, что мы купили однокомнатную квартиру. И по факту, если мы смотрим на парикмахер, что она достаточно офигенная. То есть, да, там она хорошая, там хороший лимон. Но тогда, получается, у людей теряется весь бизнес. В общем, мы с ними урегулировали этот вопрос. Действительно, мы купили ту квартиру, мы туда зашли. Но 18 квадратов, которые нам никогда принадлежать не будет. Но в целом, они как бы, нам не нужны эти 18 квадратов. То есть, мы купили однокомнатную квартиру. В итоге, мы перенесли этот момент немножечко попозже. До того момента, когда у нас придут документы на регистрацию. Потому что они говорят, мы готовы перекупить, там, забрать это помещение. Но они, конечно, начали говорить там кучу всего. Сначала, что там был баловное, делали все такое. Но по факту, как бы, там ничего не было. Потому что я это очень сильно проверяю. Все. То есть, на этом мы договорились. О том, что мы будем договариваться, что они будут перекупать это помещение. Потому что это их бизнес. И он нам им необходим. То есть, это что касается квартиры. Это была одна. Что касается второй квартиры. То есть, нам также сказали о том, что там никто не проживает. Спокойненько, все, туда можете заходить. Вот что они делали. Мы прошли, что это было. Мы видели, что это было. Мы видели, что это было. Это было премастер. Вот интересные замки. В итоге два мастера. У нас один не смог открыть, второй открыл. И вот самое интересное, что мы вскрывали двери. И только одна соседка вышла, сказала, что вы здесь сделаете. Очень похоже на взломщиков. И так далее. И тому подобное. То есть, все остальные просто проходили мимо. Было абсолютно все равно. Даже никто не вызвал полицию. Потому что вы, ребята, что сделаете? Там на весь подъезд шумите. Вы болгарка что-то вскрываете. И все. Там меняете замки. Там шум ужасный был. Пол дня был шум. Только одна соседка вышла. Там камера вас сфотографировала. Говорит, да мы не взломщики. Мы ваши новые соседи. Давайте знакомиться. В общем, это все в таком контексте было. И в итоге, когда мы зашли в квартиру, когда мы зашли в квартиру, что мы там увидели, я прямо вам сейчас покажу. То есть, здесь, это парикмахерская. Так. Тоже парикмахерская. А это мастер у меня. На этом пути. Видео. Я сейчас попробую прям подвозить видео сейчас. Если мы сегодня как-то сихто не подождем. Чтобы не переписывать полностью все видео. Здесь вот так вот все. Да, вот она у нас. Телефон на месте. Здесь сейчас его остановлю, чтобы не меня. Здесь вот так вот все. Телефон на месте. Здесь вот туалет. Вещи. Здесь какая-то девушка живет. Так, побегусь. Вот что, ноутбук, телевизор. Так, коллеги. Давайте я сейчас еще раз выключу. Наши мастеров. У нас там были. Я вам покажу видео. Ну, то, чтобы вы понимали. Я могу быть сейчас немножко уставшей. Вы можете меня увидеть. То, что у нас были там недельные съемки. Ну, мы снимаем видео. Уроки. Поэтому, но в любом случае, мне хотелось поделиться с вами эмоциями. Поэтому, если вдруг я там даже на камеру съедает эмоции. Если вдруг я на камеру очень грустно, то не переживайте. Все хорошо. То есть, ну, мне хочется поделиться. Итак. У нас были видео квартиры, когда мы зашли. Телефон на месте. То есть, хороший сомнезон. Хороший ремонт. И здесь очень было. Мы музей, где мы открываем. Квартира вся полная вещами. То есть, кто там не живет, там просто сегодня уже кто-то ушел. Ну, прям, видно по квартире, что там путь выкирает. Ну, короче, вот. Такие моменты, несмотря на то, что очень было места, скажем так, мало в этой квартире. В итоге, что мы сделали? Мы сменили замки. Я оставила записочку о том, что мы, как бы, ребят, все у вас, собственник, сменились. Вы либо договор заключаете, либо как бы съезжаете. В итоге, ну, вечером, естественно, мне поступил звонок. Там женщина говорит, так и так, я там проживаю. Это квартира моей подруги. Я говорю, больше у вашей подруги нет этой квартиры. Либо вы с нами заключаете договор, либо вы съезжаете. Я говорю, естественно, мы вас пропустим. То есть, ну, мы не можем вам. Ну, мы не можем вас напустить, потому что у вас там вещи. И вот она вызвала полицию. То есть, полиция приехала, мы все проговорили. И вот, если бы она только сказала о том, что у нее там пропала какая-то сумма денег, да, там 100-150 тысяч рублей, ну, там условно. Вот это уже уголовная статья. То есть, в принципе, взлом замков без понятых, без участкового, он запрещен. То есть, мы должны более работать по закону. Но, опять-таки, есть как нужно, а есть как минимум, как мы работаем. Я не всегда так работаю. То есть, если бы я знала о том, что там живут люди, естественно, мы бы это все делали с уведомлением. Но так как нам сказали, что там никого нет, мы это делали там без единой, скажем так, зазрения совести, спокойно. Все, мы зашли, там скрыли замки. И вот здесь вот было мое очень большое удивление о том, что там кто-то проживает. В итоге потом были долгие разговоры, были угрозы о том, что, знаете, ребят, ну, уголовное дело было заведено, у нас костюры заберут и все такое-то и тому подобное. Я говорю, дайте мне хоть одно решение суда. В итоге мне какое-то там определение скидывают, я захожу на сайт этого суда, нахожу это определение, и оно оставлено без движения. И последующее, то, что было скинуто, да, там мне, это абсолютно полная фигня. И вот, подводя итоги того, что я вам показала, то есть, как мы делаем, как мы вскрываем двери, и что вообще происходит периодически, я вам что хочу сказать. Потому что, когда вы в торгов что-то покупаете за своих клиентов, доводите своих клиентов до конца, то есть, вы взяли, проанализировали объект, да, то есть, ну, там живет, не живет, это какой-то другой вопрос. И вот, когда люди уже там, вы обещаете, что вы выселите людей, ну, либо поможете им выселить, да, там, может, там, предсудебную подготовку сделать. Готовьте к этому людей. Мои клиенты были готовы к тому, что я вам сказала, «Возможно, там живут люди, я не знаю». Они были полностью к этому готовы, поэтому, как только я им позвонила, сказала, «Слушайте, вам, возможно, придется приехать, так как я вообще там никаким богом не нахожусь». Они все там были, тем, через 15 минут мы там по трассе были. Потом я им позвонила, говорю, «Все, мы урегулировали конфликт, то есть, полиция уехала, ГБР уехали, все хорошо, то есть, никто никому никаких претензий не имеет». Я говорю, ну, нужно вот это, вот это нам решить, вот эти моменты. И в целом, как бы, мы работаем вот так. И, знаете, это просто внутренне необходимо, ну, вот, если вы выселяете людей, это вам внутренне необходимо быть сильным человеком. Если вы хотите работать и зарабатывать на торгах, вам придется быть сильным. То есть, да, одно дело, мы купили пустую квартиру вообще без проблем. Это одно-одна комиссия. Когда мы вот так вот начинаем, да, там, помогать своим инвесторам, там, выселить или, там, зарегистрировать в Росредстве, эта цена возрастает. Это другая, ну, совершенно другая цена на оказание наших услуг. И при этом во всем мы, как эксперты, мы возрастаем здесь. То есть, мы становимся лучше, мы понимаем, у нас больше опыта. И мы можем всегда что-то посоветовать. Итак, коллеги, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их писать. Я всегда на них отвечу. Всем пока-пока.